В ситуации, когда в массовом порядке топили людей в водах Финского залива, рядом со Стрельницким дворцом. Но затем, действительно, практика расстрелов стала доминирующей. Расстрелов на рубеже 20-30-х годов было не так много, как я вам рассказал, было расстрелено в этот период несколько тысяч священнослужителей. Но вот начинается страшный период 1937 года. И хотя только одних священнослужителей в этом году было расстреляно 85 тысяч, расстреливали ведь и других заключенных. Причем я хочу подчеркнуть, что вот эти многочисленные аресты духовенства периода коллективизации, конец 20-х, начало 30-х годов, приводил к тому, что получая, допустим, в 1931-1932 году 5-летний или 10-летний срок и заключение, они оставались в лагерях и уже в 1937 году получали новый приговор, им выносился расстрельный, как правило, приговор, и не только им. Немало категорий заключенных в 1937 году должно было быть расстрелено. И вот здесь возникал вопрос, а как можно вообще расстрелять такое огромное количество людей, при том, что они оказываются сконцентрированными вместе. Лагерной охраны могло не хватить в ситуации, если бы эти обреченные на расстрел заключенные попытались восстать. И вот постепенно сложилась та самая система уничтожения людей в 1937-1938 году, которая в полной мере только сейчас стала нам ведома. Почему? Потому что вы, наверное, знаете, что под Москвой есть так называемый Бутовский полигон, где существует храм. Там, по данным архивных документов, расстреляно не более 30 тысяч человек. Но вот под Петербургом существует другое место, Левашово. Там расстреляно около 48 тысяч человек. И вот как раз, когда стали производить раскопки в этих местах массовых расстрелов, обнаружилась довольно страшная картина, которая сейчас воссоздана с помощью архивных документов. И вот именно так, как я сейчас вам расскажу, принимали себя многие священно-мученики периода 1937-1938 года, и, в частности, отец Павел Флорецкий. Это ему вам всем рад поведение. Действительно, после многолетних лагерных испытаний, когда, скажем, вот, например, митрополит Петр, отсидевший 12 лет, когда ему сначала, как я уже рассказывал, давали трехлетний стоп, потом двухлетний стоп, потом еще трехлетний стоп, вдруг оказывался приговоренный к смерти, то оно могло восприниматься как избавление, если бы его просто взяли и расстреляли. Но все было иначе. Итак, происходило следующее. В тот или иной лагерь приходила соответствующая разнарядка, предполагавшая расстрел большого количества заключенных. Вещь могла идти не только о сотнях, а о тысячах заключенных, если лагерь был особенно великим. И происходило следующее. Обреченным на расстрел заключенным не сообщали то, что они приговорены к расстрелу. Их оповещали о том, что они будут переводиться в другой лагерь. Психологически это был, в общем, довольно верный расчет, потому что люди в таких условиях, устав о страдании в одном лагере, могли жить надеждой, что, может быть, в другом лагере что-то будет лучше. Это, скорее, людей успокаивало, нежели настораживало. Потом этих людей выделяли в отдельный барак. И далее либо их перевозили в ближайшее место расстрела, либо везли дальше. Вот в частности, в Левашино был привезен из Соловецкого лагеря, отец Павел Хлоренский, то есть под Ленинград. И там уже в специальных бараках их размещали, причем они были в ощущении, что их повезут куда-то дальше. И действительно, в определенный день приходил человек, сотрудник НКВД, который называл именно тех, кого будут направлять на поэтап. Предполагалось, что отправление на этап начинается с медицинского осмотра. Сможет ли заключенный выдержать этап. И вот всего лишь два НКВДщика ввели одного за другим заключенных по одному, они вводили их в соответствующее помещение, в другое уже помещение. Есть дело, несколько сотрудников НКВД, которые приказывали заключенному раздеться для медицинского осмотра. И по мере того, как он раздевался, ему задавали вопросы, уточняющие его частоты, этот самый заключенный. По мере имущества, год рождения, статья, срок и так далее. Раздеваясь к медицинскому осмотру, заключенный называл все свои данные. И когда НКВДшник убеждался, что это тот самый, кто должен быть расстрелян, произносилась фраза «заключенный такой-то к этапу готов». И тогда два НКВДшника, которые его сопровождали, набрасывались на него, начинали его связывать по рукам и ногам. Ну тут люди вели себя по-разному. Кто-то, так сказать, пытался сопротивляться, когда ими по голове специальными деревянными дубинками, которые должны были обрушить их. Кто-то, наоборот, никакого сопротивления не оказывал. И вот такого нового, связанного по рукам и ногам заключенного, либо уже испытыванного потери сознания, если он сопротивлялся, либо, так сказать, сознание находящегося, выносили из этого помещения в другую дверь, невидимую, снаружи, где стояла машина, грузовик. И его забрасывали, вот такого связанного по рукам и ногам, обнаженного, в эту самую машину. Когда машина, она была, конечно, чаще крытая, но иногда и открытая, набивалась уже полностью, то туда садилось обычно не больше двух охранников, и машина отправлялась к месту расстрела. То есть что происходило? Заключенные до самого последнего не знали, что с ними происходит. Их заводили по одному в это помещение, и потом они куда-то исчезали. Надо было полоток просто двигались дальше, куда-то к месту транспортировки. Когда вот такой наполненный телами связанных людей грузовик приезжал к месту расстрела, то люди там были, конечно, в разном состоянии. Кто-то, мог быть, вообще насветно забит, кто-то был без сознания, кто-то был в сознании. Но все они были связаны по рукам и ногам. И тогда их просто вываливали в расстрельную ровку. Причем те, кто подавал признаки жизни, пристреливали, а те, кто признаков жизни не подавал, на них ни внимания не обращали. Их просто засыпали всех землей. Вот почему, когда стали производиться раскопки в Левашево и Бутово, были поражены первоначальными археологи тем, что, собственно, у многих скелетов нет никаких пулевых отверстий. И вот, сопоставляя с показаниями охранников, эти охранники находились в постоянном психологическом стрессе. Уничтожать такое количество людей было очень тяжело, поэтому всегда стояло ведро со спиртом, к которому прикладывались эти охранники. И задача заключалась в том, что как можно большее количество людей, так можно быстрее закопать. Закопать было тем легче, что, в общем-то, люди были связаны. Таким образом, большая часть тех, кто был расстрелян, расстреляны не были. А чаще всего закапывались живыми в землю. Вот такова была процедура массовых расстрелов 1937 года, позволявшая небольшому количеству охранников ликвидировать довольно большое количество заключенных, не вызывая вот таких массовых эксцессов со стороны обреченных на смерть заключенных. То есть, вот представление о том, что мужчина имеет возможность перед смертью хотя бы помолиться, а причасти, естественно, речь не было, и исповеди. Даже это представление не соответствует действительности. Заключенные до самого последнего момента не знали, что с ними будет, и вот таким образом уходили из жизни, когда их вот набивали их телами, эти самые кузовики. Надо сказать, что именно в управлении, областном управлении Московского НКВД эта система была впервые усовершенствована, по-моему, майором госбезопасности, работавшим, так сказать, в инцидентской службе. Вот по стечению обстоятельств, или по какому-то зловещему смыслу, он был евреем этническим, который предложил вот крытые грузовики проводить трубу от выхлопной трубы. Это давало возможность еще кого-то удушить или дышить сознанием при транспортировке, что облегчало потом закапывание в землю. Так что первые такие удушегубки появились как раз у нас в НКВД, я сейчас не помню фамилию этого сотрудника, в 1937 году. Вот в этом есть некий, да, зловещий смысл. А потом какое количество его соплеменников тоже прошло через газовую камеру. Сам он, по-моему, тоже захочет служить, как многие сотрудники НКВД, так сказать, в результате расправы над ним уже со временем. Но вот эта система удушения выхлопными газами, она не была широко распространена в других областных управлениях НКВД. Вот было так, как я вам описал. Надо сказать, что начало войны привело к тому, что отступающая Красная Армия, как правило, не вывозила, а уничтожала заключенных, которые находились в тюрьмах, выставляемых Красной Армией городах. И здесь тоже довольно большое количество священнослужителей недорасстреляно в 1937-1938 годах стало жертвой вот этих самых уже просто без всяких мессудных радов. Никаких приговоров не выносилось, просто ликвидировались те заключенные, которые оставались в городе, в котором покидала Красная Армия. Иногда они не успевали этого сделать. И для многих заключенных, в том числе и священнослужителей, приход немецкой армии означал спасение их жизни. И они, конечно, воспринимали это как положительную перемену в своей жизни, тем более, что приход немецкой армии сопровождался открытием храма. И вот здесь, наверное, нужно задаться вопросом. Я не знаю, нужно ли на этом акцитировать внимание или нет. Мы уже с вами говорили, забегая вперед, что на оккупированной территории начинается массовое восстановление храмов. Почему это происходило? Вы все прекрасно понимаете, что нацистский режим был режимом, по сути своей, неоязычественным. И перспектива дальнейшего развития Германии предполагала ликвидацию христианства. Другое дело, что Гитлер, несмотря на весь свой романтизм, утопизм и все что угодно, вел себя гораздо корректнее в отношении немцев, чем вели себя большие в отношении граждан Российской империи. Придя к власти, Гитлер довольно постепенно проводил многие свои реформы, которые должны были кардинально изменить страну. И очень важной частью его деятельности была поддержка добрых отношений с немецкой армией, с Рейсверх. Да, в перспективе Гитлер видел Германию страной, в которой не будет христианства. И его отношения с римно-католической церковью уже в середине 30-х годов стали ухудшаться. В отношении протестантов Гитлер проводил очень характерную политику. В литерарской церкви была создана патриотическая немецкая церковь, которая поддерживала нацистским. Это вариант такого коричневого обновления, у нас были красные обновления, у нас были коричневые обновления, и при этом они готовы были кроить церковные выручения. В частности, вот тогда начинают высказываться глубокие мысли о том, что Иисус Христос в своем человеческом истинстве был неудеем, а галериалином, а арийцем. Вот что апостол Павел извратил первоначальное, довольно такое мужественное, энергическое христианство, Христа и так далее. То есть, конечно, в устах протестантских богослов это выглядело, конечно, отвратительно. Рима католическая церковь занимала более твердую позицию, и поэтому возникали осложнения прежде всего с ними. Но, хочу причерпнуть, что никаких гонений, сопоставимых с теми, которые происходили в церкви, в Германии на христиан еще не проводили. Что же касается русской православной церкви в Германии, то гитлеровское правительство относилось к ней очень благожелательно, либо это была церковь русских антикоммунистов. Единственное, что они сделали, они ликвидировали все юрисдикцию русских православных приходов в Германии Вселенского Патриархата. Все русские православные приходы были переведены в юрисдикцию синода русской православной церкви за границей, в которой и возглавили эту церковь в Германии русские епископы немецкого происхождения, серафимляны, этнические ритмы. Ну а далее германская армия начинает выступать на территории Советского Союза. Именно германская армия вернула. И вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на следующее. Пытаясь сохранять очень корректное отношение с германским генералитетом, Гитлер по существу не пытался реформировать немецкую армию. Вас это может быть удивит, но в 1941 году офицерам германской армии было запрещено вступать в нацистскую партию. Она должна была быть аполитичной. Правда, в связи с тем, что армия, мобилизовываясь офицеры из запаса, которые вступали в нацистскую партию, будучи уже гражданскими лицами, в германской армии появились офицеры-члены нацистской партии. Но находящимися на службе офицеров в нацистскую партию вступать было запрещено. До середины, до 1943 года в немецкой армии не было никаких офицеров-политработников нацистских комиссаров. И вся воспитательная работа в армии осуществляла по-прежнему военным духовенством, католическим и протестантским. То есть германская армия в 1941 году была традиционной европейской армией, которой командовали люди, часто не разделявшие идеи нацизма. Армия, которой воспитанием военнослужащих занималась исключительно духовенством. Другое дело, что уже в это время в Германии начинают охранные отряды СС, внутри партии существовавшие, превращать в регулярные армии. И вот впоследствии части СС должны были стать основой будущей немецкой армии. У них уже не будет никакой христианской символики, символика языческая. Все военнослужащие СС должны были быть членами нацистской партии. У них уже не будет никакого духовенства, а будут только исключительно накачивающие идеологически в нацистском духе собственные комиссары. То есть армия СС должна стать будущей такой невоязыческой армией. Но первоначально она играла вторичную роль во всех вооруженных силах Германии. Так что первые, с кем сталкивались советские граждане, были части Вермахта. И надо сказать, что на части Вермахта совершенно ужасающее впечатление производило то, что они встречали. Не только нищие деревни, нищие населения, но и вот эти многочисленные разрушенные закрытые храмы. И надо сказать, что военная администрация, которая контролировала первоначальную ситуацию на оккупированной территории, всегда очень благожелательно относилась к инициативам местного населения по открытию храмов. Вообще, надо сказать, что военная администрация очень хорошо понимала, что удерживать огромные территории, вот такие у себя, в спокойном состоянии, можно лишь при условии активного вовлечения местного населения, воссоздания инфраструктуры жизни. Понимаете, ведь когда мы говорим, что на оккупированной территории в конечном итоге оказалось 70 миллионов граждан, у нас сразу срабатывает такой советский стереотип, одни из этих 70 миллионов были партизанами, другие полицайами. А на самом деле основная часть населения были женщины, дети и старики, которым нужно было просто выживать в этих условиях. И надо, в общем-то, отдавать дань уважения тем людям, которые брали на себя функции сельских старостков, бургомистов, врачей и учителей, которые пытались в этих условиях помочь вообще населению как-то существовать. Например, немецкие военные врачи не имели права лечить местное население. Военная администрация ввела обязательный закон о том, что дети с 8 до 14-летнего возраста должны обязательно учиться в школах. И кто должен был лечить этих людей, учить этих людей, кто мог позволить этим людям иметь рабочие места, чтобы они как-то существовали. И, конечно, представители той местной русской или там украинской администрации, которая создавалась здесь. И, конечно, для германских властей было очень важно, чтобы местное население в общем и целом как-то было психологически стабилизировано. И здесь восстановление храмов рассматривалось как один из способов высвобождения местного населения от стереотипов коммунистической идеологии, возвращения к какому-то традиционному укладу. Который в них был он. Надо сказать, что находившиеся на данной территории и дископы, и духовенства, которые не успели подвергнуть репрессиям, пытались в этих условиях использовать, открывшиеся. Но более всех преуспел в этом отношении, как ни странно, ближайший сподвижник митропоэта Сергия Стогородского, Сергий Услесец. Он был направлен в марте 41-го года в Прибалтику, остался в Риге, скрылся от разыскавших его советских солдат, которые должны были его вывезти. Потом на короткое время был арестован немецкими властями, а затем освобожден и после освобождения получил право возглавить их зархат русский православный в Прибалтике и дальнейшем на северо-западе, занятых очень скоро германиевскими войсками Псковской, Нагородской, Минградской и Калининской областях. Политика немцев на оккупированной территории с Владимиром Стольчевым они хотели создавать несколько церквей православных по единическому принципу. Поэтому на Украине сразу появляются две православные церкви. Автокефания, который называет Поликарк Секорский, и церковь, сохранявшая связь с митрополитом Сергеем в Москве, которую называет митрополит Алексей Громацкий. Они примерно поровну разделят все приходы, которые находились на территории Украины. Белорусская церковь сохраняла свое подчинение митрополиту Сергию, хотя немцы усиленно пытались создать автокефальную церковь в Белоруссии. А в Прибалтике возникли небольшие церкви для православных эстонцев и латышей, но большинство приходов в Прибалтике на Северо-Заходе были русскоязычными, и они находились в юбидиции митрополита Сергея Воскресенского, который подчинялся митрополиту Сергею Старгородскому, находившемуся в Москве. Надо сразу сказать, что митрополит Сергея Воскресенский проводил ту же политику, что митрополит Сергея Старгородский. Он пошел на тесный контакт с экупационными властями, при этом занимая, как вы понимаете, геометрально противоположную митрополиту Сергея Старгородского. Если Сергей Старгородский призывал православных христиан Советского Союза встать на защиту Отечества, таким бы оно ни было, даже большевистским, то Сергей Воскресенский подчеркнул, что спасение русской православной церкви заключается в победе Германии над Красной Айтой. Вот тут возникает ощущение какого-то парадокса. Но когда, я сейчас не буду подробно входить в эту тему, когда мы читаем проповеди, статьи митрополита Сергея Воскресенского и сравниваем их с проповедями митрополита Сергея Старгородского, они, конечно, кажутся очень созвучными в готовности поддержать ту власть, какая существует на данной территории, но гораздо больше правды мы встречаем, конечно же, в статьях на проповеди митрополита Сергея Воскресенского. По существу он часто высказывает те патайотные мысли, которые вынашивал Сергей Старгородский, пройдя вот этот путь в компромиссах и придя к полному краху церковной жизни. Но я возвращаюсь к теме мученичества. Действительно, на оккупированной территории, особенно на той ее части, которая подчинялась военной администрации, церковная жизнь не просто возрождалась. Духовеста получала то, чего она никогда не имела в Советском Союзе ни до, ни после Второй мировой войны. Помимо совершения богослужения, Духовеста имела во то, что преподавать закон Божий в школах, открывать церковно-приходские школы, заниматься церковной благотворительностью, то есть той социальной работой, которая была запрещена церкви в Советском Союзе и до, и после войны. Священнослужители выступали в газетах, на радио. Возможности были очень шутки, хотя в перспективе СД рассматривала возможность постепенного на переподготовке священнослужителей и предполагала, что через два-три года нужно будет заняться их идеологическим перевоспитанием, в частности, уменьшить влияние еврейское на мировоззрение православное. Ну, то есть предполагался вариант вот такого же коричневого обновленчества, но уже среди православных церквей. Ситуация несколько разнилась на территориях, где была гражданская администрация, а в Украина, как вы знаете, входила в еврейский миссариат Украина, как и Белоруссия с Прибалтики в еврейский миссариат Остер. Вот нужно сказать, что восточное министерство, которое взрывало Розенберг, действительно ненавистник славянства, проводило гораздо более точнее по отношению к церкви. А вот военная администрация, которая контролировала оккупированную территорию на собственной территории Российской Федерации, русские области испытывали гораздо менее жестокий режим оккупации, чем, скажем, Украина или Белоруссия. Так вот, действительно, для подавляющего большинства духовенства деятельность на оккупированной территории была деятельностью по подлинному возрождению церкви. И очень много было достигнуто. И вот эти 9 тысяч открытых храмов на этих территориях это не просто открытые храмы, это храмы, которые очень часто сопровожали свою деятельность огромной просветительской, характеризаторской и социальной работы. Но нас, наверное, больше интересует здесь проблема мученства, ситуация на Неву первой территории. Здесь поначалу ничего не менялось. митрополит Сергей Строгородский находился в Москве, вскоре в Москву был привезен из оставленного Красной армии Киева митрополит Николай Евгшевич, ну а третий митрополит правящий Алексей Семанский будущий патриар находился в блокадном, погруженном уже кольцом блокаде Ленинграда. Действия немцев в русских городах были поразительными. Скажем, они приходят в Смоленск, сразу же антирелигиозный музей, который находится в кафедральном соборе Смоленского древня ликвидируется, торжественно передается вскоре смоленская икона Божьей Матери, которую немцы находят в совершенно запущенном состоянии, та самая икона, перед которой Кутузов молился перед Бородинцем по сражению. И вот немцы передают их торжественно церковным властям, которые открывают теперь уже Матерский собор. То же самое происходит в Сковре. Там тоже был антирелигиозный музей, и тоже он был ликвидирован немецкими властями, и тоже там начались богослужения, а потом в 42-м году была передана Тихвинская икона Божьей Матери. Вот вы вчера видели фотографии, а на самом деле эти фотографии взяты из кинохроники немецкой. Вы иногда слышали, что у нас очень часто распространяют мифы о том, что Казанскую икону Божьей Матери вывозили из Ленинграда блокадного, ее привезли под Москву, немцы отстепили, ее обретели с ней вокруг Ленинграда, и блокада остановилась, Ленинград не был взят. Ее привезли под Сталинград, и немцы потерпели положение под Сталинград, потом под Курск, почему-то под Кенигска, понятно, почему ее под Галина не имеют никакого исторического подтверждения. Прекрасно понимать, что такого рода неординарные решения должны были бы предполагать серьезные документы, которые бы остались, согласование, разрешение, подпуска и так далее. Ничего этого нет и в помине. Как нет и никакой кинохроники, которая бы фиксировала подобного рода вещи. Но эти мифы усиленно тиражируются, как и мифы о том, что Сталин уже чуть ли не в первые дни войны встретился с митрополитом Сергием и заявил ему о том, что он изменит свою политику. Никаких встреч не было. Есть простое свидетельство о том, что митрополит и Сергия привезли к Сталину на одну из его дач в первые недели войны, но никакого разговора этого не произошло. Сталин вышел, посмотрел на него и ушел. Во всяком случае, если мы говорим о ситуации в Советском Союзе, начало войны не изменило ничего. Да, митрополит Сергий уже в первый день войны написал послание, в котором призвал православных ретян защищать Советскую Родину, хотя сразу возникает вопрос, а почему он не призывал защищать Россию от главных врагов, которые 20 метров уничтожали и которые сидели здесь в Кремле. Нет, он выстраивает целую цепочку исходных врагов России, там и Баты, и немецкие рыцари, и шведские рыцари, и Наполеон, нет только Сталина. Но это послание митрополиту Сергею разрешили зачитать только через две недели, пока не выступил Сталин, а он выступил через 12 дней сначала. А далее Сергей сидел и ждал, что же с ним будет. И вот было принято решение о эвакуации его сначала в Оренбург, а потом в Кульбышев, в Ульяновск. Советское правительство намерено было эвакуировать в Кульбышев. Но Сталин Москву действительно не покинул, а Сергей Строгородский был отправлен в эвакуацию в Ульяновск. Показательно, что когда он прибыл на вокзал, у вагона, в котором он должен быть ехать, стоял обновленческий митрополит Веденский, руководитель старообляческой церкви, какой-то раввин, мула. И вот такой религиозный новик ковчег из недобитых представителей разных религиозных комплексий отправился в Ульяновск. Ульяновск город был примечательный, родина Ленина. В этом городе были не просто закрыты все храмы, они были все разрушены. Единственный храм достался обновленческому митрополиту Веденскому, а митрополиту Сербию был передан здание бывшего католического костюма, который расширил как храм Казанской иконы Божьей Матери. И началась его жизнь в эвакуации. Повторяю, немцы активно открывали храмы по мере своего наступления. Но выходная зимой 1941-1942 года Красная армия перешла в ход и наступление под Москвой и заняла ряд районов Тульской и Московской областей оккупировали немцы. То все открытые храмы на этих территориях были закрыты зимой 1941-1942 годов. Духоведство, не успевшее отступить с немцами, было репрессивно. То есть вот эта победа под Москвой она показала, что в общем цену Сталин не намерен зимой 1942 года менять свою политику в отношении церкви. Более того, возрождение церковное на оккупированной то, что церковь остается какой-то потенциальной угрозой для власти. Несмотря на то, что митрополит Сергий продолжал уже теперь из Ульяновского выступать самыми лояльными заявлениями. То есть строго говоря мы встречаем мучеников и в годы войны церкви духовенства, которые продолжают репетировать. Как в ТУ, например, в лагерях прежде проходят расстрелы духовенства и в 1941-1942 годах, так вот и на зоне боевых первые сдвиги в политике старинного отношения церкви начинаются во второй половине 1942 года. Они носили сначала очень такой своеобразный характер. Издается на очень хорошей бумаге толстенная книга «Правда о религии в СССР». Вот такого формата. Причем издается на основном для заграницы. В этой книге немногочисленной остававшейся в живых и на свободе священнослужителей Чай Митропоэта Сергия рассказывает о том, как поначалу церковь неправильно поняла победу Великой Октябрьской социалистической революции, потом как она осознала правоту нового строя и как мирно развивались отношения церкви и государства в предволенный пикут. А затем идут выразительные фотографии разрушенных храмов и подчеркиваются, что все это разрушают немцы. Отвратительная книга, которая сама впрочем себя изобличала. Часть тиража была истана в антирелигиозном издательстве. Биф антирелигиозный издательство на этой книге «Правда о религиозном сцент» заставлял людей выскочить. Впрочем, эта книга была рассчитана для западного сообщества. Надо иметь в виду, что для Сталина уже в 42-го году было очевидно, что возрождению церковной жизни на оккупированной территории, надо противостоять, поставить что-то подобное на неоккупированной территории. Это во-первых. Во-вторых, он был очень заинтересован в помощи западных союзников, чтобы сейчас об этом не говорить, это был чрезвычайный случай, что и Сталин это прекрасно понимал. И нужно было создать новый образ Советского Союза. А может ли считаться цивилизованной страной, страна, в которой борются христиане? И надо было попытаться как-то эту картину выяснить. Вот книга стала первым опытом подобного рода преображения образа Советского Союза. Потом в Америке отправятся делегации еврейской интеллигенции в главе с актерами Корсима, они будут уверять еврейской логи в США, что евреи лучше всего живутся в Советском Союзе, поэтому Советским Союзом надо поддерживать союзничные отношения. Методы будут самые разные использоваться для создания нового образа Советского Сталин подходил скрипять сердце в 42-м году. Правда, в 42-м году стали происходить качественно новые, еще более существенные изменения. Когда какой-нибудь заключенный по 58-й статье отбывал свой срок и его не расстреливали и не давали наполнительствов, он освобождаясь должен был 5 лет провести в сын. И вдруг в конце 42-го года священнослужители, который заканчивался срок заключения, получали разрешение сразу отправиться к митрополиту Сергию в Ульяновс, дабы получиться полное назначение. Митрополиту Сергию разрешили поставить нескольких новых епископов в конце 42-го года. До этого он не имел права совершать новые епископские итературы. То есть это были качественно новые уже изменения. А митрополит Николай Ершевич был уже вызван в Москву, где он вступал в радиопередачах обращенных к славянским народам, призывая всех во имя православия выступить против нацизма. Он был включен в государственную комиссию по расследованию немецко-фашистских взводеяний. Это такая довольно одиозная комиссия, которая расследовала нацистские взводеяний и одновременно списывала на нацистов часто большевистские взводы. Я не как атынские расстрелы. Туда была введена большая группа советских интеллигентов, писателя Алексей Толстой, Академия Капарин и в том числе Митрополит Николай, что было свидетельство того, что власть готова использовать церковь пропагандистской цели. Это был тоже качественно новый элемент в это самое время. Когда началось уже широкомасштабное контрнаступление Красной Армии после Сталинградской битвы, то уже в 43-м году когда Красная Армия занимала кириные области, храмы там закрывалось в очень малом количестве. Духоверство, оставшееся на этой территории, то есть, многие, сейчас, люди, предпочитали отступать с немцами, но те, кто оставался на данных территориях, если их сменш военной контрразведки сразу не арестовывала, то они оставались на своих приходах и митрополит Сергий принимал их в московской патриархии без всяких вопросов. Хотя в 43-м году он вынужден был признать документ на Соборе, который избилет его патриархов, о том, что все те, кто сотрудничают с немцами, священнослужители, извергаются из сана, а миряне отключаются от цены. Такой документ был издан, но на практике он никогда не исполнялся, потому что митрополиту Сергея Старгородскому было чрезвычайно важно, чтобы открытые приходы имели священников и не закрывались, тем более, что власти и не торопились их закрывать сами. Так, по мере наступления Красной Армии в 43-м году открывшиеся на оккупированной территории приходы в основной своей части продолжали функционировать. Ну, а что касается встречи непосредственно Сталина с митрополитом Сергеем она произошла в ночь с 3-го на 4-е сентября 43-го года, когда митрополит Сергеем перевезенную уже из Ульяновска в Москву получил вот это приглашение на ночной разговор со Старом, который дыл сейчас 40-го года. Вот я не знаю, это не совсем как бы с нашей темой связано, но я не знаю, целесообразно мне с вами говорить на эту тему, потому что, понимаете, вот эта встреча обросла мифами. Старин чуть ли не кается, шепчет там на ухо митрополит Сергеем какие-то проникновенные слова. Что мы можем сказать с исторической точки не подходя к этой встрече? У нас есть прекрасный документ, который фиксировал то, что происходило на этой встрече. Это стенограмма, составленная полковником госбезопасности Карпу, который перед этой встречей возглавлял специальный отдел Народкомат госбезопасности по борьбе с религиозной сектантской контрреволюции. А на этой встрече превратился в председатель Совета по делам Русской Православной Церкви. Конечно, как и любой сотрудник НКВД, он был очень заинтересован в том, чтобы ничего не упустить, чтобы все зафиксировать, ибо изгонитель церкви теперь превращался в ее пол. Это его стенограмма. Он, конечно, не был профессиональным статистом, а протокол он, конечно, писал. И во время прихода Берия в 1938 году в НКВД сам чуть более не попал под репрессию за особо жестокое обращение с последствиями. Каким уж он был человеком, можно предполагать, если он особо жестоко обращал своими жесткими чистыми с последствиями. Это был такой типичный НКВД-шник. Но его стенограмма это единственный документ, дающий нам картину этого разговора. Какие-то слова он фиксировал дословно, закавычено, какие-то пересказывал, но, смотря в эту стенограмму, мы можем увидеть, как происходил разговор Сталина с митрополитами Сергеем Стогородским, Алексеем Семанским и Николаем Ярушевичем. В разговоре, кроме Сталина и Хармова, участвовал еще и Молотов. Итак, вознесет этот разговор интересен, основные его положения. А вы что, не читали эту динограмму? Динограмма была опубликована, она широко не распространена, но она очень интересна, потому что Карпов настолько был встревожен, что в некоторых случаях он даже не решается нарушать себя. Сталин сказал мне, товарищ Сталин сказал товарищу Карпову. Это психологическое состояние, что человек писал весь в напряжении находясь, пытаясь зафиксировать себя. Итак, первый вопрос, который поставлен был Сталином, перед Митрополитом А Сталин только перед этим разговором убил и получил информацию, кто такой митрополит Северный 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 какова общая ситуация на неоккупированной территории и так далее. Он ничего практически не знал. Знал только одно, что митрополит Сергий Северный Северный вопреки своему сподвижнику Сергею Ускресенскому на оккупированной территории, последовательно выступал в поддержку коммунистического режима в условиях войны, призывал верующих собирать пожертвования для армии и все это происходило. То есть лояльность митрополит Сергея была безусловной. Это Сталин для себя отметил. Итак, первый вопрос Сталин свородился к вопросу а в чем заключаются основные нужды Церкви. Надо себе представлять митрополита Сергея Сталин Сталин Сергей Сталин к этому времени уже смертельно больным человеком. У него уже развилась Борис Паркинсон и кроме того он почти совершенно оглух. И вот его глухота составляла большую трудность в нем. Потому что ведь Сталин говорил довольно тихо, с кавказским своим акцентом не стремиму. А ведь иногда в разговоре с таким диктатором важнее что он будет. А как он говорит? важная интонация. И конечно для митрополита Сергея это была очень грамматичная встреча. И вот на первый вопрос Сталина он ответил в своем духе. Он сказал что церкви необходим патриарх. Что церкви необходим восстановление высшей церковной власти законной. Сталин сказал что он не возражает против этого. И тогда митрополит спросил как будет называться новый патриарх. И тогда митрополит Сергею предложил невиданный в историю русскую церковь титул патриарх московский всея руси. Никогда русские патриархи назывались так. Они всегда называли со времен Иова патриарх московский всея Россия. Такой титул носил патриарх титул. Вы понимаете логику раз страна называется Россией то глава церкви на этой территории должен называться российским. Тем более что в России и в прежней времене не только русские были православные. Почему же митрополит Сергий предлагает такой экзотический титул патриарх московский и всея Россия. Слово Россия в Советском Союзе было очень непопулярно. Собственно это было название той страны с которой боролись большие. Предложить титул патриарх московский и всего Советского Союза было тоже совершенно неверно. И вот всплывает слово которое имеет отношение к стране которое уже реально не существует. Что такое Русь в условиях Советского Союза. Сталину это понравилось. И то что это Сталину понравилось очень показательно. Решив недобитую церковь пока еще сохранить он хотел сохранять ее в статусе некого рудимента. Замечательный патриарх церкви которая действует в стране которой уже нет. Которая вызывает ассоциации с какой-то архаиком с какой-то древностью. Сейчас у нас периодически возникают дебаты по этому поводу. Как должен называться патриарх? Научить сложность нынешней ситуации все предпочитают титул этот не трогать. И мы остаемся в ситуации на мой взгляд абсурда. Патриарх московский что что такое патриарх где Второй вопрос а когда собрать собор? А из кого собирать собор? Ну хотя бы архиерийский собор, но для этого нужно иметь хотя бы несколько десятков архиерий. А в распоряжении митрополита Сергии нет и десяти архиерий. Из кого собирать собор? И поэтому на вопрос Сталина когда митрополит Сергий сказал первое что пришло в голову. Ну может быть через месяц. И тогда Сталин ответил афиксирует карту дословно а нельзя ли взять большевистские темпы и собрать собор через несколько дней. И тут он обращается к карту и говорит помогите в созыве собора. Забегая вперед я скажу что помощь была опасна. Во все лагеря были направлены телеграммы о выявлении тех епископов которые еще были живы. Таких епископов удалось найти десятка два даже больше десятка три. Но во-первых не все епископы согласились на освобождение чтобы участвовать в соборе который будет руководить митрополит церкви скотародки например священный исповедник может быть и местный амбат епископ Анатин Цатор он отказался от освобождения на таких условиях. Кто-то согласился и тогда их срочно самолетами стали доставлять в Москву. Они были как правило в тяжелейшем физическом состоянии и вот им срочно их отхармливали вставляли зубы выбитые на дозросах одно было хорошо что с словецких времен архиереи еще продолжали носить бороды за ним такое право оставались они были хотя бы бородатые и вот далее театральные партнеры из тканей предназначены для формы морских офицеров шире им срочно рясы чтобы подготовить их к собору. Вот действительно через 4 дня собор действительно был собран из 19 архиереев всего лишь. Ну а мы возвращаемся к разговору Сталина с патриархом митрополитом Сергеем. Следующий вопрос касался того какие школы нужны ли духовные школы церкви. Митрополит Сергея сказал что нужны они хотели бы открыть пасторский кухон. Сталина сказал что он не будет в открытии духовных академий и семинарий. Но на самом деле из кого было набирать преподавателей в эти духовные академии и семинарии. Все большая часть преподавателей даже выпускников к тому времени было просто физически уничтожено в нашей стадии. Поэтому хотя бы какие-то пусы. Существует опокриф что якобы Сталин засмеявшись спросил вам нужны духовные школы а где же выпускники вашей духовной школы. И якобы Сергей ему ответил но некоторые выпускники становятся маршалами. Мы имеем ввиду Сталин. Конечно все это ложь. Такая тональная разговора была невозможна. Разговор происходил очень определенно очень цинично очень прагматично. Далее Сталин заметил что ему стало известно что митрополит Сергий покупает свои продукты на рынке и не имеет транспорта. И государство готово помочь церкви в снабжении его продуктами и транспорта. От продуктов Сергий отказался а машины согласился принять. Действительно у него даже не было ни одной машины для перемещения в Москве и ему было обещано две машины. то есть что здесь очень важный момент такой Сталин предлагает Сергию пакет услуг которые как бы человека вводят в номенклатуру государственное обеспечение продуктами государственный транспорт Сергий уже не нужно было ничего нужно сказать что несмотря на все свои знамени компромиссы митрополит Сергий был человеком большого личного аскетизма всегда оставался подлинным монахом а теперь это был умиравший старик которому не нужно было ничего но он прекрасно понимал что за этим предложением стоит знак определенного расположения Сталина готовности Сталина ввести церковное руководство в разряд номенклатуру а вы сами понимаете в тоталитарном государстве если ты существуешь регально ты либо в номенклатуре либо тебя просто нет как в какой-то управляющей инстанции кстати митрополит Сергий тестировал Сталина на расположение церкви чуть раньше в начале 43-го года он направил письмо в котором просил открыть государственном банке счет на который бы церковь могла переводить средства в фонд Красной Армии и Сталин согласился на это это был очень тонкий расчет митрополита Сергия по советскому законодательству церковь не могла иметь банковского счета и то что Сталин пошел на это для Сталина нарушать собственные законы было нормой но это означало что опять-таки это был сигнал что Сталин готов к какому-то диалогу вот диалог когда начался на письме дальше Сталин спросил какую бы резиденцию хотели иметь для патриарха в Москве митрополит предложил Новодевичий монастырь Сталин сказал что там плохое помещение и что государство готово предоставить патриарху в качестве резиденции здание бывшего германского посольства в чистом период в котором сохранено все в том числе вся мебель вся остановка все это советское они могут спокойно это принять ну всем оставалось только выразить благодарность хотя не трудно догадаться что представляло собой здание германского посольства здание которое конечно советские спецслужбы прослушивали со всех столов хотя и было полфортабельно но тут выбирать не приходилось вот так и появилась резиденция в чистом периоде дальше Сталин обратился к митрополит Алексей с просьбой рассмотреть вопрос о тех остававшихся еще в заключении священнослужителей которые может быть были живы Сталин сказал представьте список мы рассмотрим список был потом представлен Сталину туда внесли имена 25 епископов одного архимандрита одного протея о которых не было сведений что они погибли и вот осенью в ноябре пришел ответ что из 27 человек 26 расстреляны или умерли в лугерия в живых оставался только один епископ имена не масловский его и освободили то есть надо отновать его еще то что митрополит даже не представлял а кто из его ближайших подвижников арестованных был жив тогда далее сталин сказал что для поддержки деятельности церкви будет создан совет по делам русской православной церкви и возглавит его товарищ Карпов опять-таки существует опоклик что зная Карпова как одного из главных палачей церкви с 39 года кто-то из митрополитов сказал что нельзя ли назначить другого какого-либо человека который не вызывал таких ассоциаций якобы Сталин засмеялся и сказал что у вас была возможность убедиться как добросовестно работал товарищ Карпов в прежние годы сейчас он будет получать другие указания будет так же добросовестно раньше он добросовестно вас уничтожал а потом будет добросовестно вас поддерживать Карпов ничего этого не фиксирует но опять-таки я думаю что такого рода репликой быть не могло в том разговоре который имел место правда Сталин тут же обратился к Карпову старайтесь больше подчеркивать самостоятельность Церкви помните что вы не обрепрекован вот здесь мы можем предположить что Сталину действительно возникли какие-то ассоциации с прошлым и он это свои ассоциации выразил вот таким вот образом собственно на этом разговор и закончился Церковь теперь должна была в большевистских темпах собрать ближайший собор я патриарх в метропоисении должен был из-за патриарх да и еще один вопрос был поставлен перед Сталиным вопрос об открытии храмов Сталин сказал что можете направлять в Совнарком все просьбы об открытии храмов они будут исполняться это была ложь потому что я уже говорил что было открыто только 716 храмов на всей территории не облуплено за годы войны а заявление об открытии храмов поступало более 4000 так что здесь изначально обещание Сталин будет давать но оттуда не все будет выполнено вот после этой встречи ситуация действительно стала меняться стала меняться но это не означало что какие-то священнослужители не арестовывались или отверглись уже в годы войны и когда война была уже закончена довольно большая группа духовенства в частности те кто работал в Псковской миссии и кто по существу возродил православие на нашем северо-западе были арестованы немногие были расстрелены но большая часть получил 10 лет в лагерей и многие из них так в лагерях и скончались хотя кто-то вышел в СООН в частности у нас профессором в нашей духовной академии был братерей Ливерий Воронов который отсидел большой срок архимандрит был начис вот это те люди которых я лично знал особенности для архимандрит я очень много рассказывал о деятельности в Псковской миссии вот так что аресты продолжались и после войны ну а далее надо признать что Сталин действительно рассчитывал и вот после кончины митрополита Сергия в мае 44-го года новоизбранному уже на поместном соборе Алексею 17-го как было сказано Сталин рассчитывал на активное использование русской православной церкви своей международной политики для церкви это было совершенно не обучено но Сталин заговорил об этом прямо с патриархом Алексеем уже при первом разговоре в 45-м году впрочем до 45-го этого разговора произошло следующее патриархом Алексеем избирал уже не архиерейские поместные соборы более того успехи союзников новостольщики позволили доставить в Москву во время войны в 45-м году представителей восточных есть двух восточных патриархов представители других восточных патриархатов и их участие на поместном соборе окончательно легитимизировала власть патриарха Алексея Первого вот после этого собора некоторые не поминавшие Сергия епископа остававшиеся живы благословили своих чад духовных ходить в храмы московской патриархии в частности уже поминавшие сыновей архиерейский афанасий сахаров потому что поместный собор 45-го года с участием восточных патриархов признав власть патриарха Алексея каноничный закон с формальной точки зрения здесь было все в порядке но как вы можете восточные патриархи реформу ДК Великого ликвидировавшую ДК они всегда были очень дикими так вот получивший уже безусловно признанную каноничную власть Алексей Первый одновременно был поставлен в условиях когда он должен был выполнять все требования власти иначе вот те уступки которые были даны те храмы которые были открыты это духовенство которое освобождалось из лагерей или не арестовывалось на покрым территории могло вновь начать ликвидироваться и вот здесь я конечно не могу не сказать отойдя немножко от вопроса о православном мученичестве о теме довольно для вас наверное болезненной и для нас тоже это тема ликвидации униатской церкви в западную Украину и так Сталин поставил перед патриархом Алексеем некие международные задачи которые должна будет выполнять церковь в дальнейшем что имелось прежде всего поддержка русской православной церкви в странах где должны будут установиться коммунистические режимы этих самых режимов то есть русская православная церковь должна была попытаться повлиять на сербскую церковь румынскую церковь болгарскую церковь таким образом чтобы они не попытались возглавить антикоммунистическое сопротивление в этих странах и это будет исполнено благо исполнить это было очень легко можно было приехать в эти страны и направляться в наши митрополиты и просто сказать честно и прямо например патриарху сербскому Гавриилу только что выпущенному из нацистского лагеря сказать если вы не хотите отправиться в коммунистический лагерь если вы не хотите чтобы у вас произошло то что произошло у нас принимайте коммунистический режим и в общем и целом надо признать что несмотря на то что Едидовский режим проводил репрессии против православного сербского духовенства и в умении после свержения короля Михая кстати кавалера ордена победы советского начались репрессии против духовенства ну в Болгарии было значительно меньше православные церкви этих стран не попытались организовать какое-то антикоммунистическое движение в этих странах ну в Греции коммунистам не удалось соподдержаться потому что Греция не попала в зону советской оккупации Курдария для значит Сталина была очень важна поддержка православной церкви на Ближнем Востоке вообще диалог русской православной церкви с восточными православными церквями Ближнего Востока и с нехалкиданистскими церквями коптами армяно-дригорианами но об этом я скажу чуть позже это был такой перспективный проект а первоначально утихамили в православной церкви в странах Восточной Европы русская православная церковь должна была помочь в ликвидации Унии вообще первоначально Сталин повел себя очень даже демократично четверо епископов во главе с епископом слепым митрополитом слепым которые возглавляли Униианскую церковь и оказались в зоне Советской оккупации были арестованы им было предложено перейти в юридицию Московской патриархии при сохранении всей инфраструктуры Униианской церкви они отказались не были отправлены на линя возникла сложная ситуация Униианская церковь с большим количеством приходов более трех с половиной тысяч приходов вы знаете какие территории лучше меня плюс еще и Ужгородская уния все это надо было как-то либо ликвидировать либо сохранить но в подконтрольном состоянии вот тогда возникает идея перевода всех этих приходов но уже без епископов в юрисдикцию Московской патриархии сейчас я вам скажу то что я прямо на одной из конференций в девяносто сейчас скажу по-моему в шестом году сказал владыке Августину Львовскому после чего наши с ним отношения осложнились я просто в своем докладе напомнил о том как в общем достаточной степени основательно готовилась Брест-Китовская Луния в ходе которой подавляющее большинство православных епископов речи посполитой перешли в юрисдикцию Павла Ильинского нужно было и ликвидировать Львовскую Гунию таким же путем постепенным последовательным подготовив епископов Гунианской церкви которые бы готовы были сделать то что сделали в свое время православные но все эти епископы которые были в наличности отказались идти по этому пути значит нужно было создать так сказать епископов как вот детей Авраам из камней была создана инициативная группа которую возглавил протоколист Гавриил Костельник и двое священников из этой инициативной группы были рукоположены в Москве епископский сад что это означало на практике это означало то что они лично перешли русскую православную церковь и стали епископами русской православной церкви и только никакого отношения к унианской церкви они уже не имели но проект государства сводился в следующем теперь эти якобы унианские епископы должны были участвуя во Львовском соборе объявить о ликвидации и начался отбор духовенства на этот самый унианский собор те кто соглашался в нем участвовали получали гарантии сохранения на свободе сохранения их приходов те кто отказывался участвовать в соборе арестовывались и отправляли слуги надо сказать что большая часть духовенства все таки в этом соборе не участвовала но даже если бы участвовал все духовенство он все равно был не каноничный с формальной души потому что там не было епископов и их переход этих епископов и священников в лоб русской православной церкви было их личным делом вы можете говорить а для чего патриарх Алексий согласился на то чтобы признать этот львовский собор как полноценный вы сами понимаете выхода этого не было начни он возражать он не только мог способствовать ликвидации всех этих приходов но и потерять собственные приходы политика Сталина могла измениться вот он оказывался уже заложником той политики которую проводил митрополитерием кроме того и этим можно было отчасти оправдать свои действия принимая в юрисдикцию московской патриархии эти многочисленные приходы он их сохранял он их спасал от закрытия и в принципе возникала ситуация при которой русское православное духовенство получало возможность доказать что оно может быть не хуже муниатского духовенства вот на этих самых территориях конечно Львовский собор это был данайский да власти русской православной церкви хотя благодаря этому собору вот скажем когда в 85 году у нас было 6500 храмов только в одной Львовской области было 1300 храмов это конечно говорило о густоте приходов именно на этих территориях то что русская православная церковь согласилась принять приходы униатские под свое покровительство спасло многие из этих приходов потом то же самое произошло и при ликвидации Ужгородской луги и число приходов православных русской церкви уже в 47 году насчитывало 14 половиной тысяч огромной цифры по сравнению с тем что было и вот далее конечно нетрудно догадаться что в процессе реквизации Львовской унии Львовской униатской церкви репрессии производились по отношению к униатскому духовенству и в общем-то нельзя не признавать этих людей исповедниками и мучениками потому что они страдали за свою веру в прямую слово за веру своему священоначальнику личность Гаврила Костельника очень противоречива это личность безусловно трагическая я не знаю так вот есть среди вас те кто положительно оценивает деятельность фотоапрессиста Гаврила Костельника никто не оценивает его положение но надо иметь к нему снисхождение во-первых это был образованнейший клиник который еще в предвоенной годы первую мировую войну был сторонником возвращения униатров православной церкви он посвятил этого дела всю жизнь но конечно он мечтал не о таком возвращении а о другом возвращении и его авторитет был использован конечно же властями для того чтобы поставить его во главе этого процесса тем более его очень легко можно было контролировать тем что его сын воевавший в дивизии Гричина находился в советском поле он действительно стал заложником вот этой ситуации но это не отменяет его огромной вины за то что он взял на свою совесть вот опять-таки возможность спасая даже не себя а сына в жизни многих других священников униатских ибо когда он согласован в списке членов собора он говорит этот пойдет а этот не пойдет как в свое время это полицей по существу указывал власти на тех кто не подчиняясь ему занимает в отношении власти более жесткую позицию и тем самым обрекал их на репрессии но мечтал он конечно о другом соединении и вот его действительно трагическая смерть после богослужения до сих пор как я вам уже говорил в полном мире непроизненное было мало ли своеобразным его искуплением собственного отступничества от собственных идеалов но действительно помощь большевиков в каких бы то ни было церковных вопросах всегда оборачивается в злобной церкви и здесь мы получили то что получили и вот всем вам ведомый нынешний псевдопатриарх Филарет все эти годы усиленно говорю что никаких униатов не существует этой проблемы нет а я учился с выходцами западной Украины которые вот в таком прямом общении честно говоря о том что если когда-нибудь возникнет возможность возродить униатскую церковь они конечно вернутся в церковь своих отцов и димов и я знаю многих из тех кем я учился кто стал сейчас униатами и как правило наиболее достойные вот мои соученики они либо ушли в униаты либо остались в церкви московского патриарха а вот Филарет почти самое что именно есть одиозный вот по собственному опыту общения с многочисленными украинцами в нашей духовной школе и как раз в значительной степени Филарет несет ответственность за то что никакой серьезного диалога с униатами не последовало сначала что сначала рассчитывал что КПБ будет давить дальше а потом вдруг когда это все вырвалось снаружи никакой продуманной серьезной политики диалога с ними не было проведено а ведь можно было попытаться не эксцессами а какими-то переговорами в конечном итоге и униаты и православные были в конечном итоге жертвами одного и того же богоморческого режима но Филарет большую часть своей жизни говорят о том как прекрасно живет церковь в Советском Союзе так замечательный Советский Союз в котором ликвидирована навязанная в свое время гуния украинским православным президентом то есть счастье что в украинской советской социалистической республике нет никаких униатов есть никаких православных вот перед нами типичный продукт вот этого самого сергианского да еще со свойствой так сказать украинцам эмоциональностью и силой величивости перед властями поэтому я понять не могу как Филарет может пользоваться у вас каким-то авторитетом именно у тех украинцев которые в общем и целом справедливо упрекают православную церковь за сервилизм в советское время вот он главный сервилизм рима просто негде ставить на нем изменится выражение и его отлучение от церкви настолько очевидно что даже середский патриархат не может его переварить на себя и никого другого почему-то не выдвигают автокефалисты вот прям таки незаменимый как Леонид Рич Брежнев вечно живой церковный так вот я возвращаюсь к проблеме церкви той эпохи главный проект Сталина сладился на самом деле еще большему чем ликвидация унии русская православная церковь должна была конселедировать православные церкви ближнего востока и дохалкидарийские церкви вокруг себя с тем что в 48 году в связи с 500-летием автокефалии русской православной церкви провести в Москве не просто всеправославное совещание и даже всеправославный собор Карпов в записке Политбюро ФРФЦК пишет следующее в православной церкви когда-то созывали вселенский собор их уже не созывали более тысячи лет желательно созвать в Москве вселенский собор на котором следует объединить все православные церкви под руководством Патриарха Московского целей у этого собора должно было быть много во-первых концернировать всех православных жесткие позиции по отношению к Ватикану Ватикан Сталин рассматривал как главный религиозно-политический центр сопротивления коммунистической экспансии в Европе во-вторых этот собор должен был бы заставить экуменические организации принять православные церкви на тех условиях на которые выскажут они чтобы православные церкви под контролем Сталину получили в экуменических организациях большое влияние если таких такие условия не будут выполнены тогда православным церквям будет запрещено вступать в экуменические организации вот такая была политика Сталина Ватикан но самое главное заключалось в том чтобы сделать агентами влияния советской дипломатии православные церкви Востока и русская православная церковь должна была как раз все это инициировать проект Сталина не удался то есть вы знаете что Сталин активно пытался поймать на Ближний Восток он делал ставку на поддержку государства Израиля который впрочем не оправдал Надежу Сталину в 48-м году он делал ставку на христианские общины Ближнего Востока и православный дохлопедонистский Карпов настаивал на том чтобы Алексей на этом самом всеправославном соборе восстановил единство с Армянской церковью с Копской церковью с Сирохалдейской церковью совершенно не понимая того что еще это серьезно разногласия нужно было единство под эти дни Москвы но надо сказать что ряд православных поместных церквей которые были не подконтрольны Москве в частности вселенских патриотах не стали поддерживать политическую программу этого всеправославного совещания и в общем оно провалилось приехали все но участвовали в заседаниях не все в частности не участвовали те кто находился на территории не под контролем коммунистическим режимом и вот после этого в 48-м году стали добившись того что коммунистические режимы довольно спокойно утвердились в странах Восточной Европы в православных странах не реквилировав унию на Западной Украине и не сумер использовать православную церковь на Ближнем Востоке начинает менять свою политику с конца 48-го года начинаются новые репрессии по отношению к русскому православному духовенству начинается систематическое закрытие храмов из года в год и только смерть Сталина избавила нашу церковь от кровавых репрессий Сталин готов был вернуться в прежней политике так что никакого неявного не тайного обращения Сталина к церкви конечно же не произошло вы можете задать вопрос а почему все-таки Сталин в 43-м году изменил свою политику можно назвать от очевидных факторов которые я уже называл нужна была контр-пропаганда по отношению к немецкой политикой территории нужно было располагать в себе союзников сахарных и использовать церковь для этого более того митрополит Сергий Сталеровский убедил Сталина в том что он будет его верным союзником при любых ситуациях Сталин не поверил но все эти обстоятельства на самом-то деле не отменяют главного вопроса а все-таки почему в принципе Сталин мог ликвидировать церковь полностью на своей территории никакая нацистская политика пропагандистская в отношении ничего бы не меняла и союзники были не менее чем Сталин заинтересованы в участии Советского Союза в войне с Германией они бы закрыли глаза на ликвидацию церкви в России они бы закрывали по сути дела глаза на все эти репрессии 20-30-х годов в особенности шоу конечно был но незначительный все равно торговали все равно бы антигитлеровская коллекция от этого не развалилась от ликвидации церкви в Советском Союзе поэтому остается самое главное объяснение любого православного христиана Бог не попустил церковь вничтожность и поэтому право был не митрополит Сергий который пытался своими компромиссиями как он говорил спасти церковь а право был и те которые говорили что не надо идти на новые компромиссии если нам суждено погибнуть то погибли но церковь все равно от этого не уничтожился но тогда ада церкви не одолелся это было самое правильное грязь оружие потому что начни потом Сталин воссоздавать церковь он бы мог вступить в переговоры с русским зарубежным епископатом с теми непримиримыми епископами которые еще оставались в лагерях или с представителями восточно-православной но они могли бы вести переговоры со Сталином с гораздо более твердых позиций а сельник этому ревни уже сдал все позиции и не мог сдать никаких собственно репрессии Сталина с 48-го и 52-го годов это последние жестокие репрессии против церкви в Советском Союзе потом в период с 53-го по 56-й год репрессии ослабевают практически прекращаются идет борьба в коммунистическом руководстве за власть но после того как Хрущев укрепляется власть и с 57-го года начинается новая репрессивная политика правда репрессии этого времени носят иной характер храмы активно закрывают священнослужители многих арестовывают причем дают им статьи не политического характера а уголовного но расстрелов уже не проводится мы можем говорить приметок Крущевского периода 57-го 63-го годов вообще 4-го даже говорит скорее об административных репрессиях чем даже об уголовных и говорит не о мучениках а о восповедниках врачи восповедники появляются у нас и продолжают появляться в 60-е 70-е годы я имею в виду репрессии против активистов церковного движения но мученицей но мученичество в полном смысле этого слова уже прекращается вот собственно то что можно было бы сказать о истории новомученичества в 20-е годы я мог бы еще наверное говорить говорить о том 70-е годы на пятник мы не можем говорить о кровавых и повесе вообще тема исповедников 60-х и 70-х у нас очень непопулярна почему да потому что когда ты говоришь о священнослужительных или особенности мирянок которые страдали в это время то возникает а что же делали их архипасты которые сейчас есть они то почему в тот момент так сказать не попытались в этой ситуации намешаться конечно возможности намешательства не было но я могу вам привести один очень характерный эпизод связанный с деятельностью одного из постоянных членов синода очень известного некрополита на одном из его приходов возник религиозно-философский кружок следы которого стал арестовываться он вызвал этого священника в себе в кабинет стал на него очень не свойственной в манере громко кричать обличая его за то что он делает грозя ему запретить священнослужение если в нем будут попрежнему собираться вот эти самые вредные для церкви и государства люди и вот когда перепуганный священник уходил от него по Нурильвову он забыв о своем архилесском достоинстве этот митрополит выскочил подбежал к нему в коридоре и вручил конверт с деньгами в помощь семьям и трясируемых вот это было положение епископа вот в советских условиях то есть любая попытка прямо выступить гласную защиту Ганима была шевата осложнениями для его же епархии его же духовенства оставалось поддерживать тех кто подвергался дарениям а какие-то епископы этого не делали наоборот верой и правой служительской государствой бывали такие и вот Филарет Денисенко это один из ярчайших представителей подобного рода епископа у нас уже не остается времени может быть у вас есть какие-то вопросы тема достаточной степени широка мы уже должны быть в целом как по церкви в 20 веке есть у вас какие-то вопросы я его лично только один раз видел в нашей духовной академии когда он приехал защищать свою диссертацию которая так или защитилась она была отклонена по формальным признакам так что у нас не было знакомых хотя вот он как раз будучи этническим евреем происходил как раз среди тех напоминающих православных христиан в частности Рафир Исюков духовным чадом его тетки и потом его матери то есть он как раз происходил из среди непримиримо настояных православных христиан катафобной церкви так что через него такая связь прослеживается с теми кто шел иным претен нежели метрополит серий нет сейчас можно говорить лишь о самозванцах самосвятах таких маргинальных группах которые просто дискредитируют это высокие слова катафобной церкви и это было неизбежно правдой митрополит серий может в условиях тоталитарного государства никакая подпольная церковная жизнь будет невозможна и она будет очень быстро вырождаться в самое жуткое сектарство такой опыт был практически невозможен я не знаю насколько удавалось на общую галиции сохранять катакомбную унианскую церковную жизнь но что касается нашей страны то безусловно уже в 40-е 50-е годах вот эти общины постепенно сходили на эти места занимали просто какие-то секты совершенно дремучие но об этом книга вековая есть еще такая интересная исследование как вырождалась катакомбная церковь после военных период вот действительно надо признать что никакой другой каноничной церкви кроме как московской патриархии в советском союзе не существовала это в конце концов подняю представителя русской православной церкви заграниц они в конце восемь истинно считали что здесь катакомбная церковь и достаточно создавать приходы свои и сразу эти катакомбщики повылезали а повылезали такие персонажи которые были лучше в случае сумасшедшими а лучше в случае провокаторами как вот Валентин Суздальский который от них же потом открался но в честь зарубежников нужно сказать что они быстро разбираясь ситуации сразу же налагали крещение на всех тех ковать поначалу они потом архиеписк Берлинский Марк инициатор этого движения открытия приходов на территории Советского Союза альтернативы Московской Альтернативной сам стал инициатором рассоединения ну и здесь он был честный немец который сначала ушел в одном направлении до конца потом пошел в другом направлении до конца и уже беседа с ним я часто говорил ну вы уж ставьте побольше условий где были то какой-то когда вы едете переговоры с нами но в частности более жесткая характеристика митрополита Сергия поддержка действий того нашего православного духовенства которое поддерживало антикоммунистическое движение в годы Второй мировой войны ну вот он конечно человек который весьма грамматическом ареоле представляет Россию и русскую церковную жизнь но когда он видит правду жизни он ей все-таки следует честным но то что они воссоединились с нами это из-за того что они находятся на последнем издыхании что называется понимают что сохраниться русской церкви может быть соединение так сказать они-то хотят сохраниться русской церкви хотя значительная часть приходов говорит там уже на немецком языке и вы знаете что там особенно страшно туда приезжают бывшие советские люди и они приносят в их приходскую жизнь элементы совершенно непримечных для них жизни дух потребительства иждивенчества нежелание ввести активную какую-то приходскую работу как-то катехизироваться просто требуя исполнительства и все и они конечно не могут понять эту загадочную уже не русскую а советскую душу обращаются к нацистам за консультациями а я когда побывал у них я увидел в общем-то действительно преобладание на их приходах людей которые опыт русской миграции первой даже второй волны снивелируют с легкостью я их называю знаете православными в тренировочных штанах которые действительно приходят в храмы вот по своим со своими советскими привычками то есть они это экономическая миграция они мировоззрительная миграция они хотят легкой жизни но советские понимают а дети постепенно становятся этническими генетическими а по языку немцами растворяются растворяются в немецкой стихии я думаю что там перспектив особо нет да пожалуйста но вот ну возможно сталин бы и добил церковь но это не означало что церковное возрождение в россии было бы невозможно и православный это нет не исчез ведь в алмазии физически была уничтожена церковь православного но потом она стала возрожна то есть стало невозможно было уничтожить православие в мире а значит оставалась перспектива возрождения православной церкви с помощью русского зарубежья, с помощью русской зарубежной церкви и с помощью восточной православной церкви. Другое дело, что тогда возникла перспектива русской православной церкви Константинопольского патриархата. Если бы Константинополь, например, принял участие, скажем, в последующей постесталинской режиме, с переговорами с вселенским патриархом. Но об этом говорить не приходится. Так что, в принципе, да, если бы не война, Сталин вполне бы мог довести план ликвидации церкви до конца. А такой план существовал в 1942 году, не должно было не остаться никаких легальных форм религиозной жизни, не только православных, но и католических, протестантских, мусульманских, иудийских. Такие замыслы у Сталина были. И в этом отношении он был уникален, конечно. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то возможности, внутреннюю необходимость, забрания Всеправославного Сыборга, Всеправославного Сыбора? Конечно, есть. А вот то, что программу до сих пор не могут согласовать, вот это и препятствует. И кроме того, знаете, эквизиологической ущербность наша заключается в том, что юрисдикционные вопросы... Ну, я и вам, я, по-моему, цитирую письмо Владыки Василия Кавашевна. Или нет? Ну, вы все уважаете архиепископа Василия Кавашевна. Хотя бы по имени. Вы знаете, что это один из таких традиционалистов, богословов, настоящий монах-подвижник. Вот письме одному из наших архиереев в конце 70-х годов он писал следующее. Я вам открываю, так сказать, страшную, так сказать, тайну. Письмо это не опубликовано. Но меня от этого письма Отера берет. Имею в виду, что писал так епископ Василий Кавашевн, который в православную церковь верил безграничных. Он напишет следующее. Я дословно цитирую его. Вы, Владыка, спрашиваете меня о том, возможно ли созвать в ближайшее время Всеправославный собор для того, чтобы в частности рассмотреть вопросы сокращения постов и о второбрачии и духовительства. Я вам могу сказать, что в принципе, в моем предыдущем, что мы можем собрать не Всеправославный, а Вселенский собор. Но собирать не нужно никакой. Потому что на этом соборе все выльется в выяснении отношений юрисдикционного характера в Дрязге со Вселенским патриархатом. И никакие серьезные вопросы на нем рассмотрены не будут. Что же касается вопроса о второбрачии и духовительства, то и пископа решает его вопрос, так как извини, церковной экономии. А сокращение постов не нужно. Посты и так не соблюдаются. Если их еще сократить, они еще больше в степени не будут соблюдаться. А так у тех, кто не соблюдают посты, хотя бы остается ощущение, что они пребывают в ульдиве. Понимаете, вот когда я читаю эти строки, у меня, конечно, охватывает ужас. Почему такой глубокий пессимизм у того, из выдающихся наших богословов и аскетов, епископа Василия Кривошина по поводу перспективы общесоборного творчества в православной церкви? Я не знаю, чем это объяснить. Ну вот такого рода документ. А он ведь был, так сказать, одним из участников перед самой работой, которая остановилась, а теперь вроде бы ее пытаются возобновить. Но вы знаете, как сложнее. Понимаете, такое ощущение, понимаете, у нас возникает, что у нас в догматике, в канонике все благополучно, все железобетонно, ничего не нуждается, никак не бегом. Вот на Западе почему постоянно что-то реформируют? Потому что вера у них слаба, вера у них в ущерб, они постоянно что-то меняют. А у нас все, так сказать, твердокаменно. Поэтому нам ничего менять не надо, и поэтому, если мы на собор собираемся, мы только выясняем отношения. То есть нас где-то должен сидеть. Кто-то походить, твердокам нужно располагаться в высших волнах. Сиренский патриарх, Московский патриарх, ну и так далее. Какая-то совершенно дикая ситуация. Это совершенно очевидно, что нам нужны серьезные богословские дискуссии. Понимаете, есть сферы богословские, которые действительно святыми отцами не разработаны в полной мере. Эклезиология, пневматология, мариология. Ну, сиренские с собой на эту тему мало что сказали, об этом нужно мыслить и говорить. И получается так, что мы либо считаем, что все здесь в порядке, либо у нас нет никаких творческих сил, что в этом отношении. А католики, например, постоянно чего-то придумывают, все новое и новое. Но мы утешаем себя тем, что это потому, что у них не полнота веры, и они пытаются воспользоваться, а ведь не получается. А мы переполнены истиной, и поэтому нам ничего не надо, зачем это обсуждать. У нас все есть. Только вот главный вопрос не выяснил, так сказать, кто должен сидеть одесной аршу Иисуса Христа. Сиренский патриарх или московский? А тут еще, понимаете, Александрийский, Сентеохийский, Иерусалимский, Сентеохийский мешают. И вот эти крохотные патриархаты с невиданными совершенно титулами. Судья вселенной и так далее. Помните, Александрийский патриарх? Какая же там вселенная того, что африканцев все католики до протестанты в себе скоро переманят? А он, этот континент, оставляя без внимания, ощущает себя судьей вселенной. Со своими, так сказать, маргиналами греками православными в Александрии и Корее. Скажите, а какие, вот если бы, скажем, технически этот собор состоялся, какие бы главные вопросы там рассматривались? Ну, вы можете познакомиться с документами вот этих предсоборных совещаний, в частности, на Робосе. Вот там многие вопросы. Причем, там здравые есть предложения, в частности. Вы знаете, вот отчасти эти вопросы готовились к рассмотрению на поместный собор 17-го и 18-го года. Русская православная церковь, она была как бы авангардным православным миром. Я должен сказать, что если бы поместный собор 17-го и 18-го года проработал до конца, например, литургическую репорку, вообще не успел обсудить. Он бы стал своеобразным вариантом Второго Ватиканского собора для православного мира. Вот почему некоторые наши фундаменталисты говорят, что большевики – это бич Божий. Бог специально послал большевиков, чтобы они разогнали собор, который должен был модернизировать православную церковь. Поэтому большевики уже одним этим церкви. Такой Гог и Могог появившийся на пути православных модернистов. В лице, кстати сказать, новоучников и исповедников, которые на этом соборе были и считаются при этом разрушительными церквями. Вот такими кругами. Так что я думаю, что отчасти вот эти… Вот если вы посмотрите эти материалы, там мы говорили о канонических реформах, литургических реформах. Другое дело, что такие фундаментальные, а вот как и металлогия, физиология там особенно не рассматриваются. Но я думаю, что это было бы с дальнейшим этапом работы с собой. Ну вот пока ситуация сдвинулась с мёртвой точкой, сейчас этот вопрос оживился. Петербургия, а старообрядцы, что из себя представляется? Это серьёзная проблема? Надо сказать, что старообрядцы привезли колоссальный урон от большевистского режима, потому что старообрядцы, которых были миллионы в нашей стране, они ведь, во-первых, были, принадлежали, как правило, к состоятельным классам, или же как раз составляли то казачество, которое особенно активно сопротивлялось в большевиках, в Теркское и в Уральское. И старообрядцев огромное количество физически было просто уничтожено. Потому что они занимали резко антибольшевистскую политику. И здесь они проявили свою социальную активность больше, чем православную. Ну а дальше, конечно, они стали дробиться на массу толков. Дальше. Уровень их культуры резко понизился, как уровень вообще всей церковной культуры. И шаг с нашей страны на Соборе Северного года по снятию с них анафемы было бы воспринято очень своеобразно. Они сказали, что теперь мы должны, сняв с них анафему, признать себя. А в церкви учеными все это время покаяться и врутся к ним в общение. То есть диалог этот в тупике. И вы знаете, что характерно? Ведь они в своем развитии дошли до настоящего сегданства. Без поповских своих вариантов уж очевидно. Да и в поповских тоже. Их никто никогда не признает, их иерархи. Но популярность староблячества среди неофильских кругов русской православной церкви говорит о том, что у людей совершенно отсутствует подлинное изологическое создание. Внешняя стилистика архаичная гораздо важнее и удивительнее, чем эти изологические основы этой церкви. И здесь, конечно, нужно сказать, что староблячество – это очень печальный памятник того состояния, в котором находилась русская православная церковь в XVII веке. Когда, скажем, реформация в католической церкви, я ведь реформацию не могу сказать, что очень почитаю, она мне во многом чужда, но реформация породила контрреформацию, она стала стимулом для творческого развития католической церкви. У нас, к сожалению, старобляческий расход не способствовал творческому развитию церкви. Творческому развитию церкви в гораздо большей степени способствовал реформу синодального Петра Великого и дальнейший период европеизации России. Так что старовляческие деятели – это свидетельство неблагополучия русского церковного жилья XVII в XVIII веке. Хотя старовляческие деятели – это во многом лучшая часть русского церковного народа. Люди ответственные, нравственные, самоотверженные. Таковыми они были не один лет в нашей истории. Вот все, что я вам уже тогда должен сказать.